В эфире В экстейдж-шоу «Я могу» И мы снова будем вам показывать Как проходит закулисная жизнь На наших фестивалях Сегодня в Санкт-Петербурге собрались Юные таланты в самых разных направлениях творчества Впрочем, как и обычно Мы планируем пообщаться со всеми Показать вам, насколько многогранны Наши участники Мы хотим спросить у них С кем бы они мечтали стоять на одной сцене Какие у них кумиры Какие планы на будущее А еще мы у них спросим Что больше всего они ценят в своей деятельности Может быть, кто-нибудь из них нам расскажет Какую-нибудь интересную историю Погнали! Меня зовут Шадрина Виктория Я из республики Саха-Якутия, город Нюрба Участвую в номинации «Живопись» Приехала с двумя работами Это «Бык холода» и «Натюрморт» Я могу, я уже участвую третий раз Вот мой третий раз Первый раз я была в Абхазии В городе Питсунда Потом в Казани И сейчас я переехала в Санкт-Петербург Мне очень нравится этот фестиваль Мои самые любимые Одна моя картина именно С якутским нашим колоритом «Бык холода» Потому что в наших якутских поверьях Именно холод обозначается быком Начиная с ноября месяца Он выходит из Северно-Ледовитого океана И начинает свой путь по всей нашей Якутии Сначала у него появляются рога Это означает, что уже мороз появляется Минус 20, минус 30 у нас начинается И уже в декабре и в январе Заостряются у него рога, кончики Это означает то, что у нас самые крепкие морозы уже настали В конце января и вот недавно, в феврале У него уже поломались рога И это означает то, что Наконец-то весна Именно почему я рисую коров Потому что это мои любимые животные Они у нас в Якутии Имеют большое значение Вообще раньше, в древности У кого было больше коров Тот был богатый Они нас прокормили Таскали повозки всякие А в какой университет хотите поступать? Не выбрали еще? Я думаю поступить в якутское художественное училище Думаю сначала поступлю в художественное Потом уже я сама творческая душа Могу к любой работе приноровиться Можно сказать Ну вы так Репетировали, что было ощущение Что фестиваль проходит прямо здесь И все вокруг танцевали Слушайте, расскажите Что вы больше всего цените в таких поездках? Для чего вы приезжаете? Эмоции получиться Для эмоций Опыт, хорошие впечатления Мы особо даже не гонимся за оценкой И нам главное выступить И показать себя Особенно самое веселое Это когда мы репетируем в поезде Там чужие люди А мы сидим такие Поем Многие могут начать снимать Расскажите, что вы больше всего цените Вот в своем виде творчества? Мы через музыку передаем все свои эмоции Очень нравится получать отдачу от зрителей Да Ты выступил и тебе хлопают Это очень приятно Хлопают, улыбаются С кем бы вы мечтали Спеть на одной сцене Из каких-нибудь звезд эстрады? Егор Крис Мне очень хочется здесь Полины Гагариной Ребят, споем меланхолию? Давайте Давайте Пипево Пять, шесть, семь Тысячу раз в секунду Бешено сердце бьется Снова печаль рекой Бьется через края Я думаю, Полина Гагарина на шоу «Голос» сделала бы вот так вам Удачи вам, вы классные Спасибо, пока Меня зовут Артем Мне 10 лет Я занимаюсь вокальной эстрадой студии «Сюрприз» Что ты получаешь на сцене вообще, на фестивалях, когда приезжаешь? Эмоции незабываемые Счастье такое Прям, когда получил первое место Да, и даже если третье Хотела бы ты связать свою профессиональную деятельность И строить дальше карьеру именно в вокале? Да А расскажи, с кем бы ты хотел спеть из звезд на одной сцене? Я даже не знаю Я особо не смотрю всяких таких звезд Просто занимаюсь вокалом Здорово Ты вдохновляешься просто самим процессом, да? За кадром бабушка И она поделилась секретом Что нашего дорогого интервьюируемого Называют в коллективе «Баска» Очень захотелось спросить Почему такое псевдоним? Открываю дверь А там Сергей Юрьевич говорит О, Басков пришел И все Дальше меня и так и называли Басковым До сих пор два с половиной года Третий год уже называют Басковым Натуральный блондин На всю страну такой один На свете хочет испугать Мы не будем убегать Ведь нам не нужен путь иной Летий со мной Летий со мной Летий со мной Это область С ансамблем Хорошее настроение Вообще в плане организации Мне нравится этот фестиваль Потому что мы участвовали в Великом Устюге Тоже как раз на конкурсе были «Я могу» По организации нам все понравилось Прекрасные люди, отзывчивые работы Недавно был День работника культуры Расскажите, пожалуйста, как педагог Что вы больше всего цените в профессии? Творческая работа Это очень интересно Всегда какие-то новые грани открываются В творческой деятельности Для чего вообще на такие фестивали На конкурсы возите воспитанников? Конкурсы, ну это, конечно, ты можешь побороться Проявить свой характер, силу воли Волнение также, стрессоустойчивость Проверить свою Детям все равно надо видеть и других Чтобы стремиться к лучшему результату Мы также какие-то моменты можем подметить Свети, вот кто же хочет падать Где ты, мой антихранитель? Возьми, если сможешь, меня в небеса Убежал я, ты дома Рядом в остаточных мира Я как вокалист Я всегда радуюсь за то, чтобы вот такие фестивали Не превращались в шоу Значит, сейчас идет такая немножко Крем, как мне кажется В шоу, в большинстве своем Акцент делается на хореографию На движение, на постановку На какое-то вот, на представление А вокал часто хромает, страдает Поэтому я бы хотела все-таки призвать к тому Чтобы больше уделялось профильному направлению Хочу сказать, что от конкурса к конкурсу Растет их уровень сценический То есть это уже очень красочные костюмы Это очень интересный выбор репертуара Для чего детям выступать на сцене На этих конкурсах, на фестивалях Вот кроме того, что их уровень повышается Какие еще привилегии получают участники? Дело в том, что дети на сцене Они приобретают неоценимый опыт в профессии Ведь многие из них, которые сегодня мы видим Они пойдут в эту профессию Поэтому сценический опыт им просто необходим Ведь когда ребенок выходит Ребенок или подросток Он выходит, он же что-то транслирует в зал И ему часто мешает его неуверенность, страх Конкурсы очень большую такую нагрузку на себя берут в этом плане Для педагогов, а для педагогов очень важно сравнить своих учеников С учениками других педагогов И они тоже обогащаются И тоже видят где-то свои, может быть, слабые места Вы знаете, я бы хотела пожелать им веры в себя Потому что это самое главное Недавно я как раз прочла в очередную книгу Об Александре Васильевиче Суворове И еще раз увиделась в том Что только вера в себя покоряет все возможные, даже невозможные вершины Я желаю победы в самом себе Преодолеть страх, неуверенность, сомнения какие-то Просто идите к цели, и она вам покорится Целый мир отмечают твои глаза Я здесь всех живет, любой Because I'm happy, I'm alone If you feel like a room is out of room Я улыбнусь в ответ Давай, давай, стай, стой Это стай, стой Я здесь живет, да я держу, да я проживляю вновь Дождя Не забывай наш первый вечер Не забывай моей любви Себе придумал город, да яй-яй Поперем вторых забор, ай-яй-яй Ужасно интересно все то, что неизвестно Ужасно неизвестно все то, что интересно Обград toddлrow и вее Франция rzyрую Бумба-бумба-бумба-бумба-бумба! Др ед praying на нее Кого-то неизвестно все то seç Наш коллектив называется «Непоседы», образцовый ансамбль танца «Непоседы». Мы приехали из города Пермь и участвуем в номинации «Современная хореография». Нам очень понравилась первая экскурсия, потому что мы ходили по очень разным интересным местам. Еще многим понравился «Гранд Макет». Есть ли у вас какие-нибудь кумиры в танцевальной сфере? Алена Макарова, Альфия Бахтияровна. Это все, наверное, звезды танца на ТНТ, да? Нет. Нет? Это педагоги, которые нам ставили танцы. Какие у вас цели есть в коллективе, к которым вы идете? Занять гран-при с новым номером. Мы – пластилин! Мы приехали из Москвы, без печатников. Любите свое дело? Да! Что больше всего любите? Домару Алексеевну. Домару Алексеевну? Да. Это ваш педагог? Да. За моей спиной стоит ваша группа поддержки. Это ваши родители? Да. Всегда с вами ездят? Да. Поддерживают вас? Да. Расскажите, что вам больше всего запомнилось? Архитектура с архитектурой. А в танцевальной деятельности что вам больше всего нравится? На самом деле мы очень любим новые танцы, и особенно если у них есть такой глубокий смысл, мы как будто это все проживаем. Только что вы танцевали? Неудобный, но человек запутался сам себе, он перестал понимать кто он и для кого он. И получается неудобный, он для всех подходит, но он как-то, он доел ему. Мы поднимаем человека, поднимаем человеку самооценку. Да, да. Почему вы так показали на вашу коллегу? Потому что меня поднимают. Ага, поднимаем, понятно. Три. Что? О! Настя Сауса. Давай, крутитесь! Крутитесь! Вот вы говорите, вы долго уже в танцах, вы хотите продолжать заниматься этим творчеством, когда взрослеете, когда нужно будет поступать в какой-нибудь вуз? Конечно. Возможно. Обязательно. Первое просто, как хобби. Но все-таки нам придется когда-то расстаться со сцены, но это будет самое грустное. Меня зовут Тамара Алексеевна, у нас коллектив детская хореографическая студия «Пластилин». Такой у вас проникновенный был номер на сцене, вы подбираете репертуар. Подбираю я, стараюсь слушать. Что цепляет, то стараюсь выносить к детям. Что для вас быть деятелем культуры, давайте это назовем так? Закончился мой танцевальный путь. Вот что-то, то, что не получилось у меня, все переходит к детям. Расскажите, как вы мотивируете свой коллектив на какие-то победы, на то, чтобы дети продолжали заниматься танцами? Ну, во-первых, это поездки на разные конкурсы. Что в этих поездках запоминается, ну, кроме победы? Моменты такие, все готовятся, это подготовка, это встречи, это экскурсии, это какие-то посиделки после конкурса, до конкурса. Это все, несомненно, влияет. С вами так много родителей приехали, вас часто сопровождают? Да, родители это наше тоже единое целое, без них тоже никак. Чтоб ты обрела покой, чтоб ты обрела покой, чтоб ты обрела покой, чтоб ты обрела покой. Я говорила, будь серьезной. Стар, полет, ищи вперед! Сегодня я как раз поймал себя на мысли, когда наступает выступающий на сцене – это я, я, который был когда-то тогда. Я испытываю абсолютно разные эмоции от увиденного на сцене, потому что сцена – это открытое пространство для творческих людей, которые хотят высказаться, и благо, что есть такие пространства. Выступающие все достаточно разные, разного уровня, к некоторым есть претензии, к некоторым огромной благодарности. Равнодушным я не остался. Как считаете, для чего танцовщикам участвовать в подобного рода фестивалях? Я считаю, что если человеку хочется на сцену, ему нужно туда попасть, если есть такая возможность, то это потрясающе для всех. Я всегда находил себе сцену, будь то сцена общепризнанная, либо это то, что я назвал сценой. Я хочу пожелать участникам фестиваля оставаться в удовольствии от того, что вы делаете, не забывать о том, что все мы это начинаем и продолжаем делать ради удовольствия. И, безусловно, чтобы добиться результатов, необходимо много терпения и усердия. И поэтому сил и усердия и терпения я вам тоже желаю, вместе с удовольствием. Но удовольствие – это самое главное. Не забывайте про удовольствие. Кайф. Кайф. Я больше оправдалась. Вау! Какой класс! Сколько лет вы занимаетесь танцами? Какие трудности были в танцах? Если да, то какие? Восемнадцать лет, если вы. Да, восемнадцать? Ну да, восемнадцать лет. Какие были трудности? Очень важный момент – это забота о теле. Я в двадцать лет назад получил травму на коленке. И несколько лет мне приходилось очень внимательно относиться к работе правой ногой. Все почти субботное время, которое мы связаны с работой, приходится тратить на то, чтобы привести тело в порядок, чтобы завтра оно смогло выдавать такие же или большие результаты на жизни сегодня. В общем, пока дети мои думают, просто я скажу. Что вас вдохновляет? Вдохновение можно найти где угодно. И в вещах, которые меня могут не вдохновить сегодня, они могут найтись завтра. Это же зависит от моего состояния эмоционального, физического, способности моего внимания впитывать. В частности, то я думаю, что на танцах меня сильно вдохновляет музыка, как бы это ни странно было. Что-то внутри подключается к звуку – это сложно избежать. Я считаю, что это, наверное, самое настоящее поклонение. Буквально через полчаса начнется церемония награждения, и все участники уже в таком довольно приподнятом настроении. Дай мне знать. Подаю, пою два дубанчика, Пополам делю одно яблоко. Яблоко, яблоко, яблоко. Буквально через полчаса на час, Буду обещать на мизичках, Больше не взрослеть! Все и ты чеках, ты чека, ты чека, ты чеках! Ты чеках! Устанет народ Знает, где должны сойдись Я приглашаю прямо сейчас подняться на стол Устанет Залезала ленту, узел крон Чтобы не забыть, что место силы и есть дом Где нет деревья, распалить свет Не искать ответа, и есть ответ Ну, подай мне знак Ну, подай мне знак Подаю, пою два дубанчика По полам делу одно яблоко Яблоко, яблоко, яблоко Буду обещать на месячиках Больше не взрослеть Все это чеков Ты чеков, ты чеков Ты чеков Подаю, пою два дубанчика По полам делу одно яблоко Яблоко, яблоко Яблоко Буду обещать на месячиках Больше не взрослеть Все это чеков, ты чеков, ты чеков Ты чеков Мы очень долго готовились Я не знала, что это наш первый гран-при Я вообще чуть не заплакала Эмоции Просто максимально Идем в святая в святых В гримерку К участникам, которые взяли гран-при Пожалуйста А кто взял гран-при Поздравляю вас А словами Это было очень эмоционально Очень волнительно Но очень Мы уверенные в себе Мы семья Потому что мы дружные Мы любим друг друга И спасибо Субтитры создавал DimaTorzok